Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня шестая часть выживания в Майнкрафте Плэк Делизион. Я знаю, что я обещал, что шестая часть мы начнём с ада, друзья, но я нашёл более интересное место, и это шахта. Я просто копался вот тщательно вниз, и, друзья, нашёл шахту, и я решил заснять этот момент. И, собственно, как вы понимаете, сегодня, наверное, всю серию мы приведём в этой шахте. Ну и, конечно, обязательно вылезем наверх, чтобы сложить все найденные ресурсы. Собственно, вот так у нас начинается шахта, я ещё никуда не ходил. Я просто сейчас начал снимать, друзья. И мы видим очень много лавы, паутины, и, надеюсь, что-нибудь ценного мы найдём в нашей шахте. Лава. Как же странно, что эти доски начинают гореть. По идее-то, слава богу, иначе вся наша шахта сгорела бы. Ну, самое прикольное было бы сегодня найти, конечно, сундук. Но, как знаете, это обновление. Значит, друзья, здесь мы можем найти сундук с вагонеткой, что будет довольно классно. Так, собственно, там у нас пустота, а здесь у нас обувал. И, конечно, рельсы у нас висят в воздухе. Это же физика Майнкрафта. Нечего даже удивляться. И, собственно, дальше у нас очень темно. Где же все факела? По идее, в шахте должны быть факела, друзья, но их и нет. Ладно, всё это мы сделаем сами. Слушай, нам нужно что-нибудь интересное прямо найти. Факелов мне довольно мало, поэтому мы будем экономить. Так. Путинка. Ладно, друзья. Давайте посмотрим, что у нас наверху. Я слышу где-то слизни. Я очень хочу их найти, потому что сейчас мы сможем сделать поводок. А зомби... Так. Он не хочет даже нас бить, потому что он застрял в паутине. Ладно, мы тебя тогда побьём. Я знаю, что это нечестно. Но нечего мне просто с ним делать, друзья. Кроме того, как убить. Или он умрёт голодной смертью. Ладно, я шучу, конечно. Но всё же... Так. Друзья. Здесь у нас ещё один проход. Ну, собственно, друзья. Я не знаю, что мы будем делать. Шахта, я уже понимаю, немного скучная. Ресурсов пока в ценах мы не нашли. Но можно, конечно, скопать этот уголь. И сделать нашу векела. Потому что доски у меня есть. Мы сделаем, собственно, палки. И сделаем нашу векела. Это очень логично. Собственно, что же мы сегодня планируем найти? И, конечно, мы планируем найти алмазы, железо, золото. Зачем вы спросите? Золото мне. Можно сделать часы. Да, если не ошибаюсь. В них используется золото. Часики нам просто будут понадобиться. Мы сделаем рамку. И в рамку поставим часики. И они будут довольно красиво ходить. Так, там водичка. Всё, водичка была. Водичка пропала. Ладно. Соберём наш факел. Так, очень темно. Очень тёмная пещера. Хотя, может быть... Ух ты, у нас золото. Может быть, это из-за шейдеров, друзья. Шейдеры всё же прибавляют немного темноты. И давайте вскопаем. Всё. Понимаю, всего лишь три куска золота. Это мало. Нужно хотя бы около ста ка золота найти за сегодня. Ладно. Да, я немного зашкаливаю, друзья. Но всё же хочется столько золота найти. Железа, я понимаю, много. Копать его уже, наверное, толку нет. У меня золотая броня зачарованная. И она лучше, конечно, железной обычной брони. Я знаю, что она сломается быстро, друзья. Но если она зачарованная на прочность, то она не сломается быстро. Вот ещё золото. Я говорю, ну, загадками, потому что я не знаю, как это ещё объяснить, друзья. Ну, золотая броня всё равно лучше обычной железной. Зачарованная броня. Золотая лучше. Лучше. Однозначно. Ладно. Будем искать алмазы, продвигаться дальше. Я понимаю, что мы не на самой большой глубине. Хотя, если внизу лава, значит, мы глубоко. Потому что лава находится всегда почти над самым бедроком. Бедроком. Я очень хочу... Друзья. Спасибо, Майнкрафт. Спасибо. Что же у нас в сундуке, спросите вы, друзья. Я также спрошу и вас. Что ж, ставьте ставки. Железо, бирка и несколько хлеба. В том числе семена тыквы. Ладно. Пойдёт. Из бирки мы что-нибудь сделаем. Мы, наверное, дадим лошаде имя. Ну, хотя нам для этого придётся сделать наковальню. Не беда. Мы это всё сделаем. Пещера всё угробляется. Точнее, шахта. Ну, а мы находим очередное золото. Всего лишь один кусок. Ну что, вы издеваетесь? Нужно найти ещё такую вагонетку. Будет классно. Но, собственно, пока ничего прям ценовыми не видим. Друзья. Собственно, я не знаю, зачем мы хотим в ад. Точнее, я хочу. Может, вы не хотите в ад. Потому что в аду делать нечего. Крепость мы вряд ли найдём. Мы можем найти, друзья. Но придётся просто очень долго блуждать. Ладно. Не беда. Будем искать что-нибудь интересного. Но ничего. И пока что не попадается. Так. Ладно. Интересно. Какое будет выживание, если портируют до конца. Там, крафт-мод, друзья. Если кто-то не знает, то этот мод портирует Джека Смирнов. Он, блин, просто классный парень, друзья. Надеюсь, он и вправду целиком портирует мод. Но скелет не застрял. А почему ты нас бьёшь? Вот хитрая морда. То есть, он, когда был повернут к нам спиной, он даже не пытался нас стукнуть. Но как мы только подошли к нему лицом, он пытался нас убить. Ничего страшного. Здесь у нас обычная пещерка. Ох ты. Я думал, здесь кто-то летает, друзья. Это паучок. Так. Собственно, я понимаю, что играть трудно с этим текстурфаком. Потому что появляются вот такие трудности. Я не знаю, куда бить им оба. Золото. Вот, вот это, друзья, мир золота. О-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Крипер слайм. Ладно, слайма мы обязательно убьём. Получим. Так. Слизь. Всё отлично. Это крипер. Друзья, он стоит. Я не могу достать до него. Он просто там тупо стоит. Так. Вот скотина ушёл. Ладно, обзываться не будем. Давайте соберём наше золото. И, собственно, можно убивать этих слаймов. Так. Куда они там разбежались? А вот они, наши наглядцы. И к нам, конечно, бежит крипер. Не яд. Ну, ладно, молодец. Молодец. А что у нас светилось? Почему у нас пропал источник света? Я вроде не стал фикела. Ну, вода прям очень сильно светится в темноте. Голубая такая водичка, друзья. Как будто мы на Гавайях или где-то ещё. Всё. Собственно, я понимаю, что с листью мы собрали. Внизу ещё шахту. Глубляться толку нет. Потому что алмазы странно мы пока ещё не найдём. И я сегодня просто хотел показать шахту. И, друзья, если углубляться, то углубляться точно в другую серию. Не в этой. В этой сегодня собираться. Я и не собирался это делать. Я просто хотел показать, что мы нашли шахту. И мы будем в ней просто лутать вещи. Хотя бы... Друзья, просто представьте себе. Нам повезло найти шахту рядом со своим домиком. Это очень классно. Редко такое бывает. Или редко вообще такое можно встретить в мире Майнкрафта. Чаще всего бывает, что шахты просто не найдёшь. Ну, я знаю, что шахты чаще всего спавнятся в глиняном биоме. Но такой биом спавнится очень редко. Поэтому подумайте, друзья. Какой же редкий спавн шахт в этом биоме. Потому что сам биом очень редкий. Я, значит, вас запутал. Но, друзья, если кто-то понял, то пишите в комментарии. Я не знаю, зачем вы будете писать в комментарии. Ладно, ладно. Всё. Ладно, продолжаем выживание. Я хотел бы объяснить тем, что глиняный биом сам редкий. И поэтому шахты вместе с глиняным биомом тоже очень редкие. Получается, и шахты в нём очень редкие. Ладно, ладно. Мы отойдём от шахт. Собственно, друзья. Будем... Можно, по идее, вернуться назад? Толк я здесь уже не вижу. Я вижу просто обычную пустоту. Ничего ценного нет. Ну, спустимся. Ну и что? В итоге, как видите, алмазов нет. Они, конечно, могут быть там где-то в углу. Ну, ладно. Я-то и следую уже без вас. А сейчас пока что вылезем наверх. Да, шахты нужно дорабатывать, да дорабатывать. И у них очень много чего есть. Ну, друзья, это всё равно ещё тряпают доработки. Ждём новую версию Майнкрафта. Вот паутина просто висит в воздухе. Такого никогда не будет. Даже в реальной жизни. Хоть она и наматывается, но... Она будет висеть с угла, поэтому паутина в воздухе это довольно странное явление. Что же вы меня сегодня замучили? Что за нападение сегодня на меня? Ну, блин. Два грипера за один день. Это не лишка ли вам? Нет, друзья, я удалю этот тектропак, наверное. Если, конечно, хотите. Если хотите, я удалю. Пишите комментарии. Оставьте ли огромных мобов и удалите. Выглядит, конечно, круто, но играть иногда неудобно. Конечно, я понимаю, для вас будет круто. Но если всё же вы захотите оставить, то я, конечно, оставлю. Я к этому привыкну. И, друзья, ставим лестницу. Всё, пора вылазить наверх. А золота у нас достаточно. Собственно, около стакова у нас, конечно, не будет. Будет немного поменьше. Но всё же золото мы нашли. И из него мы можем сделать даже золотые рельсы или часы. О, а на улице у нас пошёл дождик. Какого фига ты пошёл? Ладно, друзья, атмосфера довольно классная. Особенно с этими шейдерами. И просто, просто классный вечер. Редко такое бывает в нашем Майнкрафте. Что же я хочу сейчас сделать, друзья? Обязательно мы сейчас сделаем поводок. Так, поводочек. Всё, собственно, лошадку и всё остальное я уже сделаю без вас. Потому что там производство немного мучится, наверное. Ну, давайте тогда сложим лишние вещи. Собственно, вот так. Заборчик я сразу же сделал для того, чтобы прицепить лошадку. Больше её к нечему прицепить. К себе я не хочу прицеплять. Железо заберём. И, друзья, сюда добавим угля. А сюда положим наше золото. Нормальное количество золота мы нашли. И пора поспать. Каждую серию в нашем мире Майнкрафта мы спим. Ладно, друзья. Это уже, наверное, традиция, что в каждой серии нам приходится спать. Собственно, бирочка. Да. Её нам придётся ковать на ковальне. Мне очень не хочется делать на ковальне, потому что понадобится 3 блока железа. И ещё немного железа. Ну, собственно, что ж. Вещей нашли мы очень много. Я также скопал немалое количество рельс. Собственно, ладно. Давайте тогда немного начнём делать... Так, где... Давайте вот здесь. Ладно. Ну, блин. Ладно, друзья. Подождём. Извините за баг, конечно. Я знаю, что случается довольно часто. Но ничего страшного. Собственно, лошадка. Как я тебя отсюда вытяжу. Так. Так, окей. Окей. Почему ты не хочешь вылазить? Ладно. Я знаю, что ты умеешь прыгать. Но её... Она прыгает на 3 блока, блин, в высоту. То есть я не мог... Я мог не ломать эту траву. Ладно. Опять же, не страивали баг. То, что лошадка проходит в листву. Ну, зачем ты туда упала? Ладно, собственно, друзья. Это у нас уже шестая часть выживания. Не продумайте, насколько выживание у нас продвинулось дальше. Никогда такое долгое выживание у нас не было в нашем мире Майнкрафта. Собственно, лошадку я доделаюсь сам. Ну, а на этом всё, конечно. Хотя, не всё. Давайте убьём сначала этого скелета и закончим нашу серию. Скелет. Мы тебя убьём и закончим серию. Так что давай умирай быстрее. Эй. Эй. Он получает урон за то, что бьёт меня. Потому что у меня стоят шипы. Это очень классно. Собственно, друзья, вот теперь всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok